Дождь 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 Когда река понесёт наш бод, Мы будем свободны и будет любовь. Мы сегодня будем вести этот вечер, спасибо. Наша страна настолько велика и многообразна, и так красива, что песен очень много. Я думаю, где-то до утра мы продержимся. Продержимся? Ну, до следующего, конечно же. А сколько у нас поэтов сегодня, исполнителей специально для вас приехали? Людочка, я знаю, у тебя есть очень красивое стихотворение. Давай начнем с тебя. Ну, давай, тем более оно так, думаю, предварит следующее выступление. Над полями июль, колокольцами дней прозвенел. Дождь целует его переспелые ягоды губы. Я спешу налегки, отрешившись от дум и от дел вдаль, где вьются шмели и поют тростниковые трубы, Где лежат облака в небесах кружевною тоской, Где течет шепот рек и пылят вековые дороги в незатейливый край, Что с рождения стал мне родной, этой русской красой и душой деревенской убогой. Пусть клеймят и клянут за неслаженность быта ее, Мне, иная страна, лучшей матерью быть не могла бы. Мне милее мое непростое житье Идеальных идей и мышления, если бы кап. Мне целебнее ее безмятежная кротость и грусть, Без надуманных тем, без притворности глянцевой моды, Мне милее всего в незабудках июльская Русь, Где, как прежде, идут мои лучшие русские годы. И сейчас на сцену мы хотим пригласить автора-исполнителя Валерия Евдокимова. Он споет песню, которая называется «Деревенька моя». Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Деревенька моя и таилась в тайге Синегорья, Вперед и ручья стихают в речной небосвод, Плачут избы с волой и сомой играют гармонию, И любимые стоят, как невесты, у каждых ворот. АПЛОДИСМЕНТЫ Если сразу из баньки в Кипре и купает поляк, Утром в черных ладошках смешат и кемет поднести, А девчонка заря в камышах под простынкой туман, Ждет ночами тебя вкусы алые ленты в грести. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Человека-великого художника нашей Родины, Левитана. Стихотворение называется «Угасающее лето». Чем пахнет лето, угасая, Когда луна неспешно тает, За горизонт звездо бросая, В ночь незаметно улетает. Где ветка над водой склонилась, Чем пахнет лето над рекою, Где Левитану долго снилась Картина вечного покоя. Прохладой ранее пахнет лето, Звенящим холодком местами, Дыханием свежего рассвета, Слегка повлекшими цветами. Закаты догорают свечкой, Туман густеет, как сметана, И золотистый лес над речкой Похож на осень Левитана. Костром запахнет воздух где-то, Прозрачный свет и ярче просили, А лето снова канет в лету, А Левитан напишет осенью. Чтобы немножко развеять эту грусть, Прочитаю свои пародии. О Родине пишут наши современники поэта. Это один из них, поэт, журналист Андрей Щербак-Жуков. Вот так он пишет о Родине. «Широка страна моя родная, Так люблю тебя, Что по телу дрожь. Я другой, такой, как ты, не знаю, Но и ты, как я, второго не найдешь». Андрей Щербак-Жуков. Коротик, конечно, это не пустяк Писать тома, стихи и прозы. Один у Родины Щербак, Один, как в обыле береза. Пути поэтами легки, Поверить этому несложно. Придут другие Щербаки, Когда-нибудь вполне возможно. Сегодняшний расклад таков. Но все же, если верить слухам, То будет много Щербаков, И Родины постряли духом. Ну, вот такой замечательный поэт Михаил Почерков Написал строчки о Родине. «Как хорошо в стране советской жить, Лежи себе под трактором на поле». И далее. «И соловей поет над головой, Что на полях пшеница зреет стерва, А экипаж машины боевой За это пропустил уже по первой». И далее. «Так доставай из трактора бояна, Какая к черту песня без бояна?» Пародия поэт-тракторист. С детства Миша Почерков Был заметным, небезликим, Так что без обидников Мыслил кем-то стать великим. Несмотря на все советы, Коими подростков мучат. Он сказал, «Пойду в поэты, Пусть меня скорее научат». Взрослые сдержали слово И такое отмочили. Михаила Почеркова Быть поэтом научили. Стал он бардом и поэтом, Обретя немалый стаж, Увидал в деревне летом Трактористов экипаж. Он приметил на беду, Как по тракторам их включит. «В трактористы я пойду!» Крикнул, «Пусть меня научат». Он поэтом быть устал, Научился пить по триста. Он способный, Сразу стал первоклассным трактористом. В нем порой проснется Пушкин, Кочетков взгрузнет немножко И пойдет травить частушки Трактористом под гармошку. Блистательный поэт Владимир Ильичук Написал, «Порой мешает жизнью насладиться Мой организм бессовестный обманщик. Я в жаркий день пошел к ручью напиться, Но не дошел, напился еще раньше». Пародия называется у ручья. По многим, видимо, причинам В угоду видно злой судьбе, Порой не победить мужчинам В суровой жизненной борьбе. То проигрыш, а то ничья. Знать не доходит до ручья. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить на сцену Членов Союза писателей, поэта Сергея Берсеньева. Он дошел до нашего ручья. Встречайте. Питерская поэтесс Ольга Королёвна Как-то написала, «Приди ко мне единственный, спеши, Ведь любишь побродить по глухомане». На этой строчке я написал Такое стихотворение, Которое так и называется «Глухомань». «Вот так приедешь в глухомань, Найдешь на гибель ворожею, И в январе вдруг встретишь май, О происшедшем не жалея, И будешь жить не по часам, Не по законам казнокрадов. Там происходят чудеса, Там свой магический порядок, Какой не ценят в городах, Где топчут искренность ногами, Там привечают песни и птах, Там до сих пор вещает камень. Напра-налево не ходи, А кольный нет дороги к счастью, Один со сказкой на один, Минуя степь, лесную чащу, И если вздумает ли шаг, Пожать напрягшуюся руку, Его порыву не мешай, И начать век плутать по кругу, Шамань-кудесница, шамань, С начала до кончины года, Вот так, приедешь и глухомань, И возвращаться неохота. Следующее стихотворение Написано по реальным событиям, Которые произошли со мной В прошлом году, Летом, в августе, Волгоградской области. Стихотворение называется «Разговор с ёжиком». Ничего не случалось похожего Никогда от рождения со мной. Я вчера разговаривал с ёжиком О загадочной жизни земной, Раскалённые сумерки августа Опустились на сказочный двор, А мы с ним, как в селениях, Запросто познакомились, Выйдя из нор. Он стального степного характера На беседы банальный искуп Незнаток сарафанного радио Познавал через рифму Москву, За общение долгое ратовал, Да и мной был обед ему дан, Но билет на дорогу обратную Уже вещи бросал в чемодан, Если б слышал то наше желание Там, где пишется точный маршрут, Подождут пусть высотные здания, Монотонные дни подождут. Здесь всего-то два месяца прожито, Отчего-то стал близок мне зной. Я вчера разговаривал с ёжиком О загадочной жизни земной. Сердце матери Ты всегда был внимательным, Ты заботливый сын, Сердце бьется у матери, Как на стенке часы, То бежит от волнения, То замедленный ход, А в упряжке со временем Очень редко идет. Перед Богом ответствует, Что придумал ты сам, И за шалости детские, И за мед по усам, И за то, чем не радуешь, Покидая гнездо кривды, Путая с правдами, Где добро, а где зло. Ты давно не на вытяжку, Спуску нет никому, Сердце матери выдержит И суму, и тюрьму, А тебе извещение под копирку, Точь в точь, Сердце ждет возвращения, Будто день или ночь. Сергей Персинин, Брогосценник. А мы продолжаем наш вечер. Конечно же, трудно представить себе Родину без известных поэтов, Таких как Сергей Есенин. И сейчас я приглашаю на сцену Автора-исполнителя Владимира Нугманова. Сергей Есенин, Первая песня. Ну, музыка моя, А слова Есенин, Новая песня. Первая, закружилась листа. ЗАДОЧНАЯ ЗАСТА ЗАasket ЗАСТА ЗАosit ЗАСТА Прозвольте, а юно-непо прошло, Словно бабочек, лёгкая стая, Старый евро летит на звезду. Я сегодня влюблял этот вечер, Близок сердцу желтеющий дал. Утрок вечер по самые плечи Заголил по грязке подул. И в душе в дальние проклада Синий сумрак, как садовец, За калитками смокщего сада Прозвенит и замрет любец. Я еще никогда не жалил, Так не слушал разную плоть. Хорошо бы, как ветками има, Попрокинуться в розыск. Хорошо бы, насколько улыбаясь, Мордой весь сердце сделала жевать. Где ты, где моя тихая радость? Все любя, ничего не желать. Закружилась листва золотая, Закружилась листва золотая, Закружилась листва золотая, Враг за валькой водила продала, Словно мамочек легкая стая. Закружилась листва золотая, И вторая песня, тоже очень известное его стихотворение. Как весенним решили навестить родные края, и как его ребята, крестьяне, подкалывали, как современные, как обычные. И вторая песня, тоже очень известная песня. 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 И вторая песня, скажемо. И вторая песня, тоже очень известная песня, И вторая песня, тоже очень известная песня. Пусть были аргументы лживы, Зато остались оба живы. И не случилось той дуэли, Чего и добивался Фед, Хотя мириться не хотели Они семнадцать долгих лет. Войну и мир, Отцы и дети, Читая, вспомните о Фете. Мы воспарим, не воспарим, не знаем, Ведь порою с дуру Он напечатать мог халтуру, За что друзьями был Карим. Но этот вклад в литературу И не одну литературу, А в мировую всю культуру, И для врагов неоспорим. Блажен, не злобивый поэт, Что звался Афанасий Фетт. А продолжает тема Афанасия Фетта Дуэт «Зонтик счастья», Который исполнит романсы На музыку Сергея Светлова. Если ты любишь, как я бесконечно, Если живешь ты любовью и дышишь, Руку на грудь положи небеспечно, Сердцебиение под ней услышишь. О, не считай! В них силой волшебной Каждый порыв переполнен тобой. Так в роднике за струёю целебной Прядает влага горячей струёй. Пей, отдавайся минутам счастливым, Трепет блаженства всю душу обнимет. Пей и не спрашивай ссором пытливым, Скоро ли сердце иссякнет, остынет? О, как волнуюсь, я мыслью больною, Что в миг, когда закан, Так девственно хорош, Здесь, на балконе ты, Лицом перед зарёй, Восторгом моего, Быть может, не поймёт. Внизу померчий сад, Уснули, чтобы дать, Всё грезвит выше дня, И ставит лист ребро, И сыблят ловят, Теницы блеск прощальный, И чистым золотом, И мелким серебром, И сыблят ловят, Теницы блеск прощальный, И чистым золотом, И мелким серебром, И верить хочется, Что всё, что так прекрасно, Так тихо властвуя, Прозрачный огонь, По небу и душе Проходит не напрасно, Как оправдание Стремлений роковых По небу и душе Проходит не напрасно, Как оправдание Стремлений роковых. Свежий душист твой роскошный венок, Всех нём цветов благовония слышны, Кудри твои так обильны и пышны, Свежий душист твой роскошный венок, Свежий душист твой роскошный венок, Ясного взора губительна сила, Нет, я не верю, что ты не любила, Свежий душист твой роскошный венок, Свежий душист твой роскошный венок, Счастью сердце легко предаётся, Мне без тебя хорошо поётся, Свежий душист твой роскошный венок, И опять в полуслете ночном, Средь дверёв натянутых тунга, На доске дышатки вдвоём Мы стоим и бросаем друг друга. И чем ближе к вершине весной, Чем страшнее стоять и держаться, Тем от ранней взлетать над землёй И одним к небесам приближаться. Правда, эта игра и при том Может быть, вся игра рокова, Но и жизнью играть нам вдвоём Это счастье моя дорогая. Но и жизнью играть нам вдвоём Это счастье моя дорогая. Дуэт, зонтик, счастье Сергей Светлов и Елена Негоревна А мы продолжаем наш вечер И сейчас пришло время для лирики Татьяна Аксёнова, поэт, лауреат многих поэтических конкурсов Встречайте Полноводна река Ока И струя у неё легка Словно бабу печи Покатые плечи И русло её в бока Еле втиснулось в берега Необъятно и глубока На Оке село Гонит рябь весло По подолу её Сатиновому В лодке урожай Собирай, езжай В октябре в село Константинова Можно по Оке Можно налегке Поклониться поэту Как водится Виден дом с трудом На горе садом И Казанская Богородица Да поэта Давно здесь нет Вот амбар Где писал Чуть свет На такой платком Расстилался Теплится внутри Да плетей смотри Так на кольях Ты и остался Что тому плетню Пережить родню Дрочуна Да сыночка первенца Дело плёвое Бестолковое Позабудется Свыкнется Стерпится Лишь скорлупки Летят от семени Знать была сынка Песня коротка Заманили в капкан Есенина А душа-то в пятках Как загинут дядьки Кто поэт стал Первый в оку мальца Свистнут в два пальца Ну куда ж ты годишься Стерва По Оке пока Ходят облака Да кораблики ждут На пристале Как на полный ход Кто-то вдруг вздохнёт На горе И посмотрит Пристально Ах, Шарапан мой Американка Ах, это дура Дункан Да какая она босоножка Ей что капкан Что конка Тяжела и смешна Токма Есенин Возможно, из блажа Немножко взял её замуж Подумаешь, что же Жена Древние боги Её отвернулись В зевоте В Греции так не танцуют Галимый отстой И Серкунов быстро Сточертела чего-то Хоть из Рязани Да видно мужик непростой Русский поэт И вольно же тебе Куролесить Маски менять Пить Клубиться обличьями слов А без метафор Ты сам себе не интересен Муж Айсидоры Возьми её Морингову Донис Причистенки Боже, несчастная дура Протанцевала одышкою Счастье своё Пусть излюбили Измызгали Ветром задуло Жизни свечу Это есть наш последний Споём? Ну ты скачи Кумачёвой косынкой Аллея Он Твой последний Навеки любимый Герой Ангель Есенин Нисколько тебя Не жалея Женится Знай же На дурочке Очередной Быстро Крестьянскому Моцарту Сладят обнову Чёрные в кожанках Чей одинаков Аскал Знай Сорока с лишним лет Он какую-то Снова здорово Скверную девочкой Милой своей Называл Это тебя Может, вправду Ты скверная Дуня Не исповедуешь Снег Что до дьявола Чист Реквием Зреет Обратно Вернётся Подумай Чёрный За ним Человек Что зовётся Чекист А тема нашей классики Сергей Есенин и Николай Рубцов продолжит Автор Исполнитель Евгений Коронин Встречайте Добрый вечер Песня По словам Николая Рубцова «Тихая моя Родина» Тихая моя Родина Нивы река Соловьи Мать моя здесь похоронена В детские годы мои Где же погостов не видели Сам я найти не смогу Тихо ответили жители Это на том берегу Тихо ответили жители Это на том берегу Тихо ответили жители Тихо проехал авоз Купол церковной облители Яркой травой он зарос Тина теперь и молотина Там где купаться любил Милая тихая Родина Я ничего не забыл Милая тихая Родина Я ничего не забыл Школа моя деревянная Время придет уезжать Речка за мною тманная Будет бежать и бежать С каждой сбою и тучей С гром готовым упасть Чувствую самую жмучую Самую смертную связь Чувствую самую жмучую Самую смертную связь Спасибо Следующая песня На слова Сергея Есенина Зеленая прическа Ее я хотел бы посвятить Безвременно ушедшему от нас Поэту Андрею Черкову Он выступал здесь На этой сцене И долгие годы Бессменно Вел Есенинскую Литературно-музыкальную Гостинку В память о нем Звучит эта песня Зеленая прическа Зеленая прическа Литическая грудь О, тонкая березка Что загляделась в рот Что шепчет тебе ветер О чем звенит песок Или хочешь вкус ветви Ты лунный гребешок Открой, открой мне тайну Моих древесных дом Я полюбил печальный Мой предосенний шок И мне в ответ березка О, любопытный грот Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил по сну Луна стерила тени Сияли сильня За голые колени Он обнимал меня И так вздохнувши глупко Сказал под звон ветвей Прощай, моя голубка До новых шуравлей Прощай, моя голубка До новых шуравлей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok